Я подписал меморандум, тоже во время командировки, смутку о финансировании инфраструктуры. Меморандум об инфраструктурных обязательствах, облигациях, постановление, по которым вышло правительство Российской Федерации. Ни много ни мало, на 6 миллиардов рублей, под 3%. Предлагаются инструменты дальше, ресурсы из 500 миллиардов рублей, выделенных правительством Фонду содействия реформирующей КХ. Мы договорились с Сысаном, с руководителем фонда, что будут предоставлены средства и Магаданской области на инфраструктуру. Это несколько миллиардов рублей. Дальше. Прямой бюджетный инфраструктурный кредит Министерства строительства Российской Федерации мы можем получить. Тоже исчисляется несколькими миллиардами рублей. У нас есть с вами бюджетный кредит Минфина, который мы можем направить на инфраструктуру. Два с половиной минимума миллиарда рублей, а вообще-то 3-200. И у нас есть возможность использовать концессию. Что касается концессии, планируем или готовим подписание соглашения с ВТБ и с Минвостокразвития на Петербургском форуме о концессиях или о концессиях в Магаданской области. Речь идет о суммах, исчисляемых десятками миллиардов рублей. Речь идет о финансировании и роддома, о финансировании инфекционной больницы, противотуберкулезного диспансера, новой лаборатории хирургического корпуса, новой поликлиники, о финансировании центра реабилитации инвалидов, потому что это относится к медицине. И все, что относится к медицине, все, что может быть отнесено к образованию и к кампусу, и соки, и фоки, и все остальное, тоже возможна реализация по принципу концессии. При этом при участии Министерства по развитию Дальнего Востока позволяет концессию сделать, скажем, с точки зрения затрат, вполне подъемные и приемлемые для региона. Фактически половина затрат на себя берет федеральное правительство. Серьезнейший документ и серьезнейшие возможности. Продолжение следует...